Литература Другой вопрос, что создание текстов проходит много стадий. Самая простая литература, вам тоже прекрасно известная, это устная литература. Долгое время даже эпические сказания Махабхарата, Илиада, Одессея передавались устно. Гомер как бы был ходячей книгой, и вся его жизнь была посвящена одному – запоминанию важных для его общества текстов. Давайте подчеркнем красным карандашом. Это важнейший момент. Важных для его общества, не любых текстов. Писатель – это не тот, кто пишет, мало ли кто пишет. Литератор – не тот, кто сочиняет, мало ли кто и что сочиняет. Писатель и литератор – тот, кто создает тексты, важные для других людей. То, что будут читать. Древний египтянин в 16 лет становился писцом, то есть взрослым мужчиной, умеющим писать. То, что он вообще умел писать, резко отделяло его от 99% населения тогдашнего Египта. В Египте на 6-8 миллионов населения, население колебалось, Египет объединялся, появлялись новые каналы, людей становилось больше, он распадался на отдельные номы или сепы, людей становилось меньше. Вот 6-8 миллионов человек. Из них одновременно грамотных было 2-3-4 тысячи человек. Все, что мы называем древнеегипетской литературой, культурой, философией, медициной, создавалось этой кучкой людей. Остальные ковыряли палкой-копалкой, а позже сахой, египетскую землю, собирали урожай, радостно танцевали на праздниках сбора урожая, отбивали его от бегемотов и были, вероятно, вполне счастливы. Правда, жили недолго, счастья продолжалось мало и было довольно мучительным из-за множества болезней. Мужчинам было чуть лучше. Они в среднем жили около 55 лет. Я имею в виду не всех родившихся мальчиков. Есть понятие «мода смерти». Она отличается от средней продолжительности жизни. Мода смерти – это смертность уже перешедших горнила детской смертности. Две трети детей умирало до середины XIX века в абсолютно любом обществе. Это было нормой. Это физиологическая норма для всех крупных млекопитающих, для человека тоже. Рождается 15, 20, 25 детенышей. Две трети из них умрут до пяти лет. Это норма. Из этих уцелевших мальчики проживут примерно 55 лет. Девочки обычно жили лет 45-50. Обычная женщина умирала родами. Это было просто нормой. Уже не молодая женщина, рожала в очередной раз, но это кончалось, естественно, плачевно. Это норма, физиологическая норма для всех живых существ. И в этом раю, каким казался Египет для первобытных племен, в этом аду, которым показался бы он нам с вами, две, три, четыре тысячи образованных людей создавали всю культуру. Любой грамотный писец был важен. И более того, люди могли помнить все тексты, написанные на египетском языке. Это принципиально важно. Каждый образованный человек владел всей культурой. Он был и жрецом, и врачом, и чиновником, и геометром, и математиком, и гуманитарием. А в наше время мы все писцы, вот сколько писцов обоего пола здесь сидит. Ну и пишите все на здоровье. Кого интересует, что вы написали? Для современного человека огромная проблема написать то, что будет интересно другим. Более того, такая проблема возникает уже в средневековых обществах. И знаете, с чем это связано? Что мы писали с три буквами? Все письменности, которые построены на иероглифах, клинописи, они, во-первых, не позволяют учить много людей. Волей и неволей учит маленькое небольшое меньшинство. Много людей обучить не получится. Нужно выделять особо одаренных. Еще в 18-19 веках считалось, что треть мальчиков из крестьян не умудрил Господь. Что с ними не выделывают? Ну не будут они учиться, не могут. Египтяне считали более жестко. Они собирали мальчиков из таких более-менее благополучных семей, более-менее образованных и богатых. И учили бы принцип ухо мальчика на его спине. Каждого десятого должен выучить. А что вы так улыбаетесь? Если бы вас учили так, ну как сказать. Понимаете, если бы мы пытались вбить в детей то, что мы сейчас знаем, мы бы их убивали по дороге. Вбивать в детей заставляет их зазубривать просто какие-то иероглифы, священные мифы, какие-то представления. А было можно именно потому, что общий объем знаний был не очень большой. Сколько вообще книг было одновременно в Древней Евгении? Кто может сказать? Понятно. Так вот. Прекрасно. Хамурапи. Восемнадцатый век Дрождества Христова. Современник египетского общества. Сколько было у него в эпоху Хамурапи книг? А в Ниневии, в столице ассирийцев. Архив и библиотека ассирийских царей хорошо известны. Прекрасно известны. Потому что глиняные таблички во время пожара, устроенные захватившими Нинами Виланянами, были обожжены. Стали кирпичами как бы. Эти кирпичи с надписями сохранились в наше время. Сорок тысяч книг. Объем каждой книги. Примерно пятнадцать-двадцать тысяч знаков. В наше время это не очень большая статья. Вот и все. Вот все письменное богатство всей Вавилонии и Осии, Шумера и Аккада вместе взятых. Конечно, человек мог знать эти книги. Он даже должен был знать все эти книги. Иногда ученые говорят о том, что это было свойственно людям того времени. Нерасчлененность сознания. То есть они были универсальными специалистами вообще. По всем наукам и искусствам. Одновременно. Но это в полуклинописи иероглифов. Правда, письменность иероглифами предполагает большое творчество. Потому что точно воспроизвести текст невозможно. Его понимают примерно. Клинописные или тексты написаны иероглифами. Это текст, написанный с скорописью для запоминания. То есть каждый читающий текст, он невольно его дополняет, изменяет, совершенствует. И возникает множество версий одного и того же текста. Известны до сорока версии мифа о Гильгамише. Но, надеюсь, не нужно объяснять, что это за миф о Гильгамише. Или нужно? Нужно. Понятно. Драть вас некому. Вас всех. Не именно вас персонально. Ну что, ребята, конечно, это нужно. Гильгамиш – это известный очень герой. Скорее всего, мифологический. Или превращенный в миф правитель одного из городов древнего Аккада, живший примерно на рубеже 3-4 тысячелетия Рождества Христова. Огромная батарея мифов о Гильгамише. Она лежала в основе всей Аккадской, Вавилонской и Ассирийской литературы. Это такой же важный для культуры герой, как герои Гомера для греков. Как, допустим, древнерусские князья и древнерусские святые были важны для письменности и цивилизации Московии 16-17 веков. Без них просто никуда. Это краеугольный камень. Вынь и все здания обрушатся. Появляется письменность с буквами. Греки полагали, что финикийц Кадм изобрел письменность греческую. Финикийцы писали буквами, но изображали только… Какие буквы? Согласны или гласны? Так точно. Согласны. А гласные они опускали. Нужно было угадывать все равно смысл слова. А Кадм придумал, ну якобы Кадм придумал и гласные буквы. Или вернее буквы, означающие гласные звуки. И создал ту письменность, которую мы знаем. Правда, не совсем. Писалось слово целиком. В предложении слова писались слитно. Знаков разделительных не было. И как отделить фразу от фразы было непонятно, и слово от слова непонятно. Текст читали вслух. Поэтому было все понятно. Текст не нужно было читать про себя. Текст читали строго вслух. Говорили его. Так же, как текст написанный иероглификой. Но буквенная письменность позволила создать огромную батарею текстов. Гораздо большую. Сколько было в Муссионе, Александрийском, книг? Цифра должна быть известна школьникам. Убеждаюсь, неизвестно. Плохо. Сколько там было книг? Миллион. То есть книг было меньше, чем в библиотеке вашего университета. В библиотеке, ведущей библиотеке мира, самой большой в мире тогдашней библиотеке, было меньше книг, чем в вашем университете. В шесть раз. В шесть раз. Видите, вообще потрясающе. Ну, а 40 тысяч книг или 20 тысяч книг, как в архивах египетских царей или царей Шумера, это уровень небольшой захолосной библиотечки. Провинциальной. В районном центре. Мы говорим, фу, какая маленькая библиотечка, какая она убогая, какая она скучная. А в ней книг столько же, сколько три тысячи лет назад было в храмах и дворцах царей. Так вот, буквенная письменность порождает такую батарею литературы громадную, что ее человек уже не может усвоить. Приходит специализироваться. И у римлян появляется понятие «ученый энциклопедист». То есть, знающий все. Заметили разницу? Египетянин, писец, знал все. Каждый образованный человек знал все. Кроме особых тайн, до которые могли бы не допустить жрецы какого-то отдельно взятого храма. А теперь отдельным людям нужна вся жизнь, чтобы узнать все. Они особые люди, энциклопедисты. К тому же, культуры объединяются. Сейчас принято ругаться словом «империя». Да здравствуют империи! Слава империям! Они перемешивали людей и, во-первых, несли опыт передового народа остальным народам, которые пока не достигли нужного уровня. А, во-вторых, заставляли людей разных племен и народов по-другому относиться друг к другу. Империи заставляли считать людьми людей другого языка, культуры, внешности, поведения. Слово «славяне» прямо происходит слово «слово». Говорящие. Мы говорящие, а другие кто? Немцы. Немые. Слово «дойч» прямо происходит слово «народ». Готы произносили, например, как «тшойч». Отсюда слово «чужой», «чужак». И, возможно, слово «чудь». «Чудной», «чудесный», то есть «чудак». Такой, психопатический. Дурачок такой. Он говорит по-другому. Значит, дурак. Он говорит не как и мы и ведется не как и мы. Он сумасшедший. Он вообще не вполне человек. Империи приучают относиться к людям по-другому. Уже в Муссионе появляются библиотеки на пяти-шести языках. Пойди все переведи. И пойди все знай языки. Заметьте, тогдашние людишки не имели ни малейшего представления об Индии, обоих Америках, Китае. Они просто не знали, что они существуют. Под Индией поднимали только долину реки Инд. То есть, примерно 3% территории Индии. Литературы на этих языках просто не были известны. А в наше время, ну даже, скажем так, даже докомпьютерную эпоху, но в эпоху письменности, буквенной письменности, к 15-16 веках, то есть к изобретению Гутенберга, печатного станка, существовали литературы примерно на 120 языках. Их невозможно выучить, эти языки. Невозможно усвоить хотя бы основное написанное в мире на разных языках. А я скажу еще более страшную вещь. А этого и не нужно делать. Ровно потому, что у людей разных культур разные представления о главном и о важном. Когда немецко-еврейский сатанист Карла Марла, Карл Маркс, писал о главном вопросе философии, о вопросе, что первично, о материи или сознании. Материзм или дезинзиализм. Этот, ладно, я опущу эпитеты. Здесь молодежь, здесь девочки, им рано знать такие выражения. Но это существо всего-навсего пыталось выразить интересы своей культуры. Даже не европейской цивилизации, нет. А кучки таких же, как он. Скажем, для исламского ученого вопрос об соотношении идеального и материального просто неинтересен. Он ему не нужен. Для индусского, тем более, китаец смеялся мы над ним. На самой постановке вопроса. Каждая цивилизация имеет свое представление о важном, неважном, главном, неглавном. Не думаю, что вам бывали бы страшные, интересные книги майяцких жрецов о том, как возникло человечество, возник мир. То есть их почитать, наверное, было бы так любопытно. Ну, а сказку, наверное. Просто вы уже большие сравнительно. Лет 8 назад, когда вы подростками, совсем такими детьми и подростками, вам это было бы интереснее. А сейчас проехали. Вот вместе с Маугли и историями про Винни-Пуха было бы самое то прочитать. А сейчас все. И люди четко представляют себя, что же является главным в мире, к чему нужно стремиться, зачем им это нужно. И поэтому тексты других цивилизаций могут быть нам совершенно неинтересны. Книга мертвых тибетцев. Святая, святая, святых буддизма. Я ее читал, зевал. Скучно. Я знаю больше. Потому что беру книгу Бехтерева, беру книгу Сеченова, и гораздо больше знаю о тайнах мозга, чем средневековый тибетец. Написал он, написал. Неинтересно. Не то. Литература обслуживает культуру. Она работает на то, чтобы отвечать на важные для людей вопросы. Это батарея текстов, очень большая, громадная батарея текстов. Все большее и большее. Разрастающаяся, как взрыв, как снежный ком. Она должна отвечать на вопросы, которые мы задаем. Должна нам объяснять, кто мы такие. Зачем мы живем. Что важно и что не важно. И куда мы движемся. Теперь я попытаюсь ответить на вопрос. Что же такое наука? И здесь я тоже скажу вещь крамольную с точки зрения многих уважаемых коллег. Наука – это всего-навсего рациональное знание. Наука – это доведенное до предела рациональное знание. Которое претендует на поиск верифицированных и обезличенных фактов. Верифицированных, проверенных. Проверенных за счет того, что ставятся эксперименты. Участвуют разные люди в наблюдениях. Обезличенных, то есть отделенных от личности данного исследователя. Я могу вам рассказать, что я видел живого динозавра. Ух ты, как интересно, говорите. А где его посмотреть-то? А я не могу вам показать. Ну, значит, что-то с Михалычем случилось. Может, притрудился на научной ниве. Может, просто решил зачем-то соврать, кто его знает. Писатель. А я же, знаете, люди такие сложные. Вы имеете право мне не верить. Религия, магия, мистика стоят на торжестве авторитета. Это сказал великий. Имя нужно вставить. Не важно, кто. Кто-то авторитетный сказал. В это нужно верить. Почему? Потому что великие предки в это верили. Как вариант. Очень сильный вариант. А что? Конечно. Если ваша бабушка верила в чертей, как вы смеете в них не верить? Это же нехорошо. Неуважительно с вашей стороны. Подташь на старушке. Великие люди в это верили. Ваши предки верили. Как писали в начале 90-х годов некие журналисты в Петербурге. Вот отрицают величие подвига Советского Союза в Великой Отечественной войне всякие очернители. А ведь деды в это верили. Вот оно, торжество мистики. Деды верили, и ты верь. Другой вариант, некто авторитетный, приносит высшее знание, небесное, космическое, потустороннее. Вы его получить не можете, вы недостойны. Вы же не святые. Ну, кто наедине с самим собой называется святым? Да никто, разумеется. Кстати, святые тоже себя святыми не называют. Они к себе критичны. А раз вы не святы, раз вы не обладаете магическими способностями и великими знаниями, то как вы можете проверить высказывание того, кто этими качествами обладает? Он несет в себе свет того высшего знания. Он его получил от неких чрезвычайно авторитетных существ. Не важно, кого от боженьки персонально, от святых, от магов, от мистиков. Не важно, от чего. Хочет вселенского дао. Ну, и с тем же успехом, скажем, от Сахарова, от Солженицына, от кого еще. Ну, от Черчилля, от Гитлера, Сталина, кого угодно. Нужно вставить, не важно от кого. От некого высшего авторитета. Вот я еще недостаточно старый. Я Сталина не помню. Я родился через два года после его смерти. А был бы лет на 10-15 постарше. Я вам говорю, так, ребятки, вы-то не знаете, а я-то знаю. Я помню, что говорил товарищ Сталин. В ночь встречается необходимая легенда о том, как Буровский со Сталиным общался возле трех с половиной лет. И как Иосиф Виссариевич возложил на него голову руку, и Андрей Михайлович приобрел некие высшие способности. Вот вы смеетесь, зря. Это так не делается. И вы сейчас в той же Казани, и вообще везде в России, во всем мире, видите множество подобных вариантов. Более того, традиционная культура стоит на двух китах. Во-первых, на воспроизводстве традиций. В том самом предки так делали. Они вот, а вели, ты верь. И другое, на авторитете. Вот современные священники, выпускаемые сейчас в России, сталкиваются с большой проблемой. Ну, вернее, сталкивались в 90-е годы. Приезжает священник, молодой, умный парень в деревню. Бабульки ему говорят, батюшка, а ведь нужно холосты на Троицу, на дом попа забросить. Говорят, а вы что, старые, что придумали? Не нужно ничего делать. Ну, полагается же. Но в годы их молодости была такая традиция, не имеющая ничего общего ни с Библией, ни со светоотеческим учением, вообще ни с чем. А просто традиция такая была. Та же была традиция спать днем в Москве. А кто не спит днем, не христианин. Ну, или неправильный христианин. Вот есть традиция. И воспроизводи. Жестко. А не воспроизводить традицию смешно. Это даже не преступление, а что очень смешно, очень забавное. Ну, представь себе, мальчик надел юбку. Смешно, правда? Парень, а в юбке ходит. Девушке почему-то брюки носить можно. Традиция уже установилась. В 19 веке традиции не было. Женщинам в брюках это было смешно. Их высмеивали. Более того, еще фотографии экспедиции моей мамы, 50-е и 60-е годы 20 века. Женщины в шароварах и в юбках. В шароварах, потому что по тайге ходят. Там невозможно без брюк. Но приходится изображать, что они ходят как бы юбку. Однимешь под ней шаровары. То есть имитировать ношение ненормативной одежды. Я привожу просто самый элементарный пример. Мальчику стыдно носить юбку вот сейчас, в данный момент в Казани. Смешно, правда? А почему, собственно? А я планесе спрошу. А почему это смешно? А что еще смешно? Ходить с голым летом. Вот летом жарко. Вышла в трусах, например. Или вышла девочка в бикини. Его нельзя. О, какая дура. А почему, собственно? А вот не принято. Традиция невередная. Нельзя. Точка. Обсуждать традицию тоже нельзя. А нужно поступать, как все. Никогда не слыхали формулы «живи, как все». Слыхали? Конечно, слыхали. Живи, как все. Точка. И второе, на чем стоит традиционное общество. Сила авторитета. Вот то, о чем мы тоже говорили. Есть некие авторитеты. Например, Папа Римский. Он же безгрешен. Он безгрешен и абсолютно прав. Что бы ни сказал Папа Римский. Даже с пьяну. На том почет Божия благодать. Он говорит, как бы от имени Бога. Он не может ошибаться. Просто по определению. Это высший авторитет. А между ним и рядовым человеком целая иерархия других авторитетов и авторитетиков. Вплоть до старших в семье. А наука говорит, ко всему нужно относиться рационально. Все нужно проверять. Все нужно отделять от того, кто несет в себе знания. И вот, например, такой хулиган французский Гольбах. Он начинает рисовать мощи Франциска Азийского. Известнейшего теолога, философа 13 века. Такая культовая фигура во Франции. Священники были в восторге. Ученый человек, энциклопедист, хулиган. А вот интересуется, рисует. А он нарисовал во множестве мест Франции мощи Франциска Азийского. И соединил их вместе. И получилось чудовище. С тремя неполными черепами. С 14 правыми руками. С 3,5 левыми руками. С 2 левыми ногами. С 1,5 правыми ногами. И так далее. Пожалуйста. Рациональный подход жестко разрушил то, во что верили. Я не утверждаю, что ученые всегда были правы в этой шизофренической войне с католической или православной церковью. Даже более того. Всякий воюющий всегда неправ. Если кто-то встал на тропу войны, он уже проиграл. Он не прав по определению. Но вот в данном случае было четко показано, да. Мощи не настоящие. Это подделка. Французы вам врут. Католики вас обманывают. И можно к этому относиться как угодно. Отношение любое. Можно биться головой об стену, можно визжать и кататься по земле. На здоровье. Мощи все равно не настоящие. Вот не настоящие и все. Приведу еще один очень простой пример. Еще в 80-е годы 20 века, если женщину вставляли в родильное отделение, и ей было 26 лет и больше, в истории болезни писалась пожилая первородка. Было такое забавное поверье, будто женщина в 26 лет и старше уже не должна рожать первого ребенка. Ей поздно. Я думаю, что все вы знаете женщин, родивших первого ребенка, позже. И ничего с ними не было. И они не умерли в страшных мучениях. И дети вполне полноценные. Еще одно народное поверье. За 40 рожать нельзя. Уроды рождаются. Лично знаю минимум пятерых мам превосходных детей, родивших их за 40. Рациональное знание и в этом случае вступает в противоречие с традицией, с чем-то устаравившимся в обществе, с неким представлением. И оно разрушает это представление. Наука резко изменяет образ жизни человека, любого человека. Во-первых, за счет разрушения этих стереотипов. За счет того, что приходится относиться рационально ко все большему числу явлений. Смотрите, как интересно. Первое, что заставила наука изменить, это отношение к космосу. Не к человеку. Не к общественным отношениям. К космосу. Что такое геоцентрическая система? Это земля плоская. Так. Земля плоская и находится в центре мироздания. Да, потому что центрическая система. Верно. А гелиоцентрическая система? Что земля круглая и она верится вокруг Солнца. Абсолютно верно. Даже важно не то, что она круглая, а что верится вокруг Солнца. В центре мироздания Солнца. Вы учились уже в школе, видимо, не советской. Поэтому меньше промывали мозги, рассказывая сказки о том, как священники боролись с идеей жарообразности земли. Меня этому бреду еще учили. Никто никогда не воевал с идеей жарообразности земли. И священники меньше всех. Это просто глупая неправда. Со времен Древнего Рима была известна же земля-шар. Ну, вернее, это еще Артасфен придумал первым. Потом проверили другие греческие ученые. Но главное, в римское время учение о жарообразности земли стало бытовой нормой. И в школах, начиная с 3-4 класса обучения, на стол ставили глобус. В средние века никто этого не отменял. Церковь протестовала против другой идеи. Идеи того, что земля находится не в центре мира. А почему? Понятно? Или не очень? Как вы думаете, почему? Казалось бы, накарили священнику, что находится в центре мира – солнце или земля. Да пусть к этому находится, что хочешь. Казалось бы. А почему так важно было? Особенно. Конечно. Или мы в центре мироздания. И мы особенные, да? Мы исключительные. И то, что происходит между нами, невероятно важно. Поэтому слушайся приходского кюре. Он ведь владеет некой высшей истиной. А тут оказывается, в центре находится солнце, а земля вокруг нее бегает. Уже как-то странно, да? А еще говорят о множестве других миров. То есть таких же солнц, вокруг которых вращаются планеты. Это очень страшно и подозрительно. Как раз идея исключительности людей кончается на этом. Человек – не исключение. Возникает вопрос. А что же сотворил Господь Бог? Человек по образу и подобию Божьему. По какому же образу-то? Покажите мне этот образ. Непонятно. Возникает масса вопросов. Это вопросы, на которые долгое время церковь просто боялась отвечать. И я прекрасно ее понимаю, потому что разбить традицию всегда опасно. Традиция может быть безумна. Но разбейте ее, и вы получите сборище обезумевших тварей вместо людей. Это действительно очень опасно. Но что делать науке? На протяжении веков наука не отделялась, как особая форма общественного сознания. В 17 веке она оформляется в Голландии, Англии, в Северной Германии, Чечне, Франции, в самых развитых странах того времени. И все пошло. Появились научные тексты. То есть, научная литература. А по мере того, как появлялось все больше и больше разделов науки, дробилась эта литература. Сколько специализаций научных в наше время существует? Больше десятка. Сколько? Больше десятка. Десятка. Ну что вы? Шесть тысяч можно. Что вы? Их около десяти тысяч. В 1900 году их было около сорока. Видите, какой взрыв, да? На протяжении всего одного века дробление отраслей знания в десятки и сотни раз. И так во всех науках и всех отраслях деятельности людей. А что такое дробление знаний? Появление новой литературы. Скажем, литературы по пульмонологии. То есть, науке, изучающей легкие человека и патологию легких. По кардиологии, науке, изучающей сердце человека и его патологии. По изучению современного импрессионизма. По изучению современной классики в литературе и в искусстве. По изучению земляных червяков и морских червяков. Это разные специализации. Их все больше и больше. Появляются тексты, которые вообще-то интересны только для ученого данной специальности. И некоторые из них очень экзотичны. Например, есть наука. Я не помню, что это название. Которая занимается мерзлыми почвами. Только мерзлыми и только почвами. На Земле 12 специалистов. И все. В области мне более-менее знакомой. Антропология. Антропогенез. То есть, происхождение человека. В 1900 году на Земле жило 10 или 15 специалистов в область антропогенеза. И все во Франции, в Британии, в Германии. И все получали образование не как антропологи. А в других сферах. Археологии или истории. Или биологии. Они первопроходцы. Они первые антропологи. Сейчас умер земли антропологов. Ну-ка. Ребята, вы не знаете земли, на которой живете. Это очень печально. А ведь она так велика, так громадна и так прекрасна. Так необыкновенно. На свете сейчас живет около 20 тысяч антропологов. Которые пишут примерно на 120 языках. Сейчас получить образование в область антропогенеза можно в любой стране мира. Или почти в любой. Даже в республике Малави. В маленькой, дикой стране на Южной Африке. Там даже можно не в одном, а в трех университетах получить такое образование. То есть специализации появляются новые. Дробятся все время, постоянно. Общий объем знания возрастает. И многие книги просто неинтересны для неспециалиста. Вряд ли вы будете читать книгу о том, как отличать зубы гигантопитока от зубов других ископаемых антропоидов. А я вас уверяю, это очень интересно. Читая такую книгу, я убедился в том, что гигантопитоков и правда было три вида одновременно на Земле. И что они не родственники человеку. Но это работа специалиста. Это копаться нужно специально. А не специалисту это не нужно. Ему нужен максимум результат. О, любопытно. Смотрите-ка. Три вида гигантских обезьян. Родственников родгутанов. Почти разумные существа. Знали речь. Знали изготовление орудий, труда. Возможно, знали огонь. Общались, знали семью, похоже. Но при этом не родственники человеку. То есть не наши предки. И даже не двоюродные, а троюродные братья, получается. Вот если я вам рассказываю об этом, видите, вам интересно. У вас глазки заблестели. А про зубы рассказываю было не интересно. Это не плохо. Не вы плохие. Нормально. Я просто пытаюсь показать, что такое научно-популярная литература. Научпоп родился задолго до того, как наука стала особой силой в жизни общества. И до того, когда стала особой формой общественного сознания. Еще в Древнем Риме была научно-популярная литература. Все, что писали энциклопедисты. Все 40 томов Плиния Старшего. Все 12 томов Страбона. Это научная литература, но одновременно научно-популярная. И вот почему. Уже были смежники. Но каждый образованный римлянин, пусть не владел всеми науками, но он был хотя бы в состоянии их понять. Расчлененность знаний была еще не очень большой. Поэтому к кому Страбон обращался? Да к любому римскому гражданину, умевшему читать и писать. И это очень важный момент. Литература, да будь вам ведома, дорогие мои, всегда обращается к элите и только к элите. Я знаю, есть представления о массовой литературе. Об этом поговорим если интересно. Но просто между нами никто не подслушивает, нет? Я вам тайну открою. Так вот, массового читателя не бывает. Не, не бывает. Бывают разные элиты. И бывает научпоп, который адресован разным элитам. И литература тоже адресована разным элитам. Но человек, который читает книги, который смотрит фильмы, это уже элитный человек. Просто элиты бывают разные. И цели у них разные. И представления о жизни разные. И об этом мы поговорим немножко позже. С вашего позволения. А сейчас я просто проговорю несколько тезисов. Я не буду обосновывать каждое из них по отдельности. Просто далеко нас это уведет в сторону. Я буду краток. Итак, первое. Наука, то есть рациональное знание, всегда определяет то, о чем пишет литература. Рациональное знание людей о самих себе и об окружающем мире всегда, в ста процентах случаях, во всех обществах, определяет, о чем писать. Второй фактор, определяющий, о чем писать, это культура. Культуру сейчас определяют множеством разных способов. Но дам одно самое лучшее. Определение Вейнберга. Данное в 1986 году в книге «Человек в культуре древнего Ближбереднего Востока». Я чуть переформулирую, чтобы было понятнее. Но это очень простое определение. Культура – это отношение к самому себе, другим людям. Объектам материального мира. Это отношение передается новым поколениям путем воспитания и проявляется в деятельности. Повторите. Культура – это отношение к другим людям, обществу, объектам материального мира. Это отношение передается другим поколениям путем воспитания и проявляется в деятельности. Когда появляются новые, более эффективные культуры, они вытесняют менее эффективно или подчиняют их. Например, культура монотеизма, единобожия. Она создала другое отношение к себе, к другим людям, к обществу. И язычники были подчинены ей или просто исчезли. Они не смогли существовать в мире, который занимают более эффективные люди. Язычник доволен самим собой. Язычник живет в вечном, неизменном мире. В круге вечного повторения. Когда умирал, по одним данным, Гераклит, по другой легенде, Сократ, имена хотя бы известны. Ну, слава Богу, а я уже испугался. Когда умирали эти великие философы и плачущие ученики провожали их в последний путь. Эти великие люди говорили, да что вы плачете, глупенькие. Пройдут века и опять я буду сидеть на берегу этой веки. А вы сядете вокруг меня. Все повторится. Круг. Зачем улучшать окружающий мир? Бессмысленно. Зачем? Все повторится. Зачем пытаться управлять животными, растениями, ландшафтами? Мы их не лучше. Помрешь, а может ты владеешься котом, или собакой, или лосем, или слоном, или коброй. Ведь закон вечного возвращения предполагает и это. Когда Дерсу Узала говорит Арсеньеву, что утки тоже такой люди. Они что, говорить могут? Конечно, могут. Они что, между собой говорят? Конечно, говорят. Утки такой люди. Но ведь тогда и люди такой утки. Почему у вас нельзя съесть, например? Это неэтично. Нет. О, неэтично. О, как ценность. В какой системе ценностей? Для язычника вполне этично. Потому что вы ничем от другого животного не отличаетесь. В случае чего слопать – это совершенно нормальное явление. Больше того, я могу привести много примеров, как в античности. Когда людей пересели в жертву, поедали. Это было нормой. Для язычника это вполне этичное действие. Оно просто не повседневное. Нужно его нужным образом обставить. В каких-то условиях оно неэтично. Если оно вдруг вполне даже этично. И вдруг приходит ужасное единобожие, которое говорит. Есть Господь, сотворивший мирное создание. Есть человек, его подобие на земле. А есть остальные твари. Их-то есть можно, у них души нет. А у человека есть. Он кардинально отличается от животных. Более того, есть идеал и цель человека – привести мир к идеалу. Никогда не приведешь. Но вечно будешь приводить. Я мог бы сравнить разные версии единобожия. Но это будет считаться еще более непорядкорректным, чем то, что я уже сказал. Поэтому я остановлюсь на этом. Просто на этом примере. Приведу еще очень простой пример. В наше время, я извиняюсь за выражение, интеллигенция. Простите, я вынесу непристойное слово. Наши прогрессивные люди, так сказать, передавая, извините, общественность. Они очень любят рассказывать, какие хорошие были туземцы. Какие плохие были колонизаторы. Это такая навязшая в зубе тема. Злобные колонизаторы. Они почему-то угнетают бедных, хороших туземцев, которые ничем их не хуже. Я задаю два вопроса. Этим, извиняюсь за выражение, прогрессивным людям, простите меня, интеллигенции. Вопрос первый. Почему британцы приплыли к берегам Индии и довели орудийные жерла на берег, а не индусы приплыли к Англии? Почему не индусы открыли Америку? Почему из-за везенных ими болезней не вымерло 90% индейцев? А их, извиняюсь, я не истреблял. Это сказки очередные. Они вымерли от болезней, привезенных европейцами. Но почему не индусы заразили их теми болезнями? И почему не индусы стали ввозить европейцев, чтобы они работали на плантациях? Это первый вопрос. Второй еще проще. Индусы добились освобождения. Да здравствует великая Индия, да здравствует независимость. Скажите, а почему они не восстановили родные народные обычаи? Почему уничтоженные британцами секты душителей, цугов, не восстановлены? Почему самосожжение вдов на могиле мужа в Индии не восстановится с преступлением? Если колонизаторы были плохие и несли Индии зло, почему принесенное ими, индусами, сохраняется? Я буду политкорректен. Я не буду говорить о том, что ближе к нам. Но однажды одного шапсуга, адыгейца, который от меня требовал отдать ему Сочинский район. Я очень огорчил. Я сказал, что готов ему отдать Сочинский район. Пожалуйста. Только давайте сделаем очень простую вещь. До русских колонизаторов район города Сочи был громадным малярийным болотом. Туда ссылать людей считалось большим наказанием, чем в Сибирь. Человека за хорошее поведение из Сочи переводили в ссылку в Сибирь. В Сибири жили дольше. Итак, первое. Мы взрываем все плотины и превращаем Сочинский район опять в малярийное болото. Истебляем рынку гамбузи, который жрет малярийного комара и его личинок. Нет, нет, нет. Глубоко национальная малярия должна опять воцариться в Сочинском районе. У шапсугов отнимают даже печь печи, отапливать эти свои мазанки глиняные должны открытым очагом и только открытыми очагами. Никаких современных пород скота, а только мелкие коровенки вот такого роста и дохнущие от эпизодии самые овцы. Вот теперь получайте Сочинский район. Это к вопросу о колонизаторах, империях и других злободневных вещах. И, кстати говоря, о том, как можно промыть мозги людям, переворачиваясь с ног на голову, очень многие факты. Ну, про проклятые империи, гадкие колонизаторы вроде понятно, более-менее, да? В сущности империи это способ нести передовые достижения остальному человечеству. Не всему человечеству, а хотя бы части его, по крайней мере. Отличный, древний империй. Древний империй, прекрасный пример. Но даже Британская империя. А Российская империя, ну, ребята, я приехал из города Красноярска. Что делали бы жители города Красноярска, даже южные, жившие на юге Грая, кочевники, скотоводы, сравнительно цивилизованные люди, даже такие, ну, очень нерадивые, но мусульмане, то есть зенобожие знавшие, пусть плохо знавшие, без злобных русских колонизаторов, что бы они делали, как бы они жили сейчас? Мне страшно об этом подумать. У меня есть прекрасный зубной врач, мне он очень нравится, Андрей Лебитович, который потомок этих самых местных татар, сибирских. Мы с ним однажды о том поговорили, но он высказался очень коротко и ясно. Он объяснил, почему он сторонник империй. Вторым сторонником яркой империи был мой знакомый из Нигерии, его зовут Гиде. Он стал археологом, но у него очень сложная такая биография все время. Он сказал, цитирую, вот его я процитирую полностью. В свое время он заплатил платным донорством, то есть, ну, просто из вены взял 200 граммов крови, за пересдачу экзамена в Сорбонне. И сумма, которую он получил, а ровно та, которую хозяйств своей родной деревни, он поставил на выпивку, на пиво деревни. Ведь, на самом деле, род и племя имеют малое значение в этом процессе. А вот приобщение к науке и приобщение к литературе имеет очень большое значение. Ведь очень важный вопрос. Приобщение к батарее текстов как к тому, что несет цивилизацию. Более того, цивилизация из батареи текстов. Я уже говорил о том, что есть множество литератур на множестве языков. Самых разных цивилизаций. Цивилизаций на Земле много. Но понимаете, какая беда. Если бы для человечества самым главным было красиво плясать. В этом случае в Конго находились бы самые большие университеты. Мы бы досъезжались бы и учились бы красиво плясать. Негры очень хорошо танцуют. У них позвоночный столб развит лучше, чем европеоиды. Они так прекрасно пляжут. Мне так не списать никогда. Я просто генетически, физически не могу так танцевать. Не получается. Если бы для человечества главным было поклонение мертвым и выполнение сложнейшего ритуала скармливания покойников птицам, в Тибете стояли бы крупнейшие университеты. И мы бы ездили в Тибет и просвещались бы там. Если бы для человечества постижение высшего дао было бы важнейшим в мире, мы бы ездили в Китай. И сейчас международным языком общения был бы не английский, а китайский. Если бы самым главным было постижение высшего брахмана и следование кастовым законам, то Индия была бы лидером мировой цивилизации, и мы бы ездили туда. Вот и все. Видите, как просто. Но для человечества важно другое. Для человечества важно отделить рациональное знание как особую сферу деятельности от других. Важно накапливать рациональные знания, воспроизводить их независимо от авторитетов. В 16-17 веках только одна цивилизация в мире это сделала, европейская. Она и раньше была более рациональной, чем другие. Римляне не просто шли как нож сквозь масло, сквозь племенные ополчения дикарей. Они могли это делать потому, что их культура была рациональнее. Но империя насилия на одной силе никогда не стоит. Она не может стоять на одной силе. Она стоит на силе и соблазне. Да, Рим вошел в Галлию, разбил местные племена, и население уменьшилось на четверть. Кто погиб, кого продали в рабство. Да, это ужасно. Но появилось понятие гражданства, которое было в Риме и которого не было в Галлии. Но появились новые инструменты, новые книги и новые идеи. Наконец появились дороги. Это колоссальное было изобретение. Рим одной рукой подавил, другой рукой дал. Иначе бы он не удержал империю. А дал это приобщил к науке и построенной на ней литературе. К батарее текстов. Я сказал о том, что всякая литература всегда формируется под влиянием заказа культуры, данная мутация, и рациональное знание об окружающем мире, наука. Это делали греки, это делали римляне. Когда римляне писали о превращении человека в золотого осла, у Апулия, да? Или о ламиях, таких существах в виде женщин, только с кривыми, такими ласлиными ногами, которые выпивают кровь у запоздавших путников. Они описывали свои представления о мире. Они мало выдумывали. Просто мир для римлянина включал вот таких чудовищ ламий, возможность метаморфозы, то есть превращение в животное. И, наконец, мир был населен удивительными животными. Ведь никто же не знал, что находится в Африке, в Индии, на другом берегу Атлантики. А об Австралии и Южной Америке ведь римляне даже не подозревали. Они имели о них ни малейшего представления, даже не догадывались. Тем более, они никогда не думали о космическом пространстве. Они знали, что космос существует. И они в своей литературе, в том числе художественной, они отражали свои представления об окружающем мире. Я уже объяснял, почему возникла научно-популярная литература. Слишком много текстов. Чтобы знать науки в целом, приходится читать то, что написали смежники для смежников. Иначе просто не поймешь, о чем они занимаются. Как я могу узнать, чем занимаются медики? Я могу к ним пойти и спросить? А то уйдут десятилетия, пока я спрашивать буду. Или прочитать то, что не написали. Вот книжки Амосова мне очень часто показывают, что думали об этом в 60-е годы. Вот мне операцию на сердце делал Амосов. Но я знаю о том, что он думал, думали другие специалисты, не из общения с ним. Я был ребенком, мне было 6 лет, когда мне сделали операцию. Потом мы жили с ним на одной даче под Киевом, когда мне было 7 лет. Я с ним как-то пытался общаться. Ну что может 7-летний ребенок узнать? Мне другие свои вещи интересовали, чем сейчас. Когда я вошел в сознательный возраст, Амосов был уже старенький. А вот его книги мне все говорят. Книги его и подобных ему. Откуда я могу знать, чем занималась энтомология? Ну да, мой прадед был довольно известным энтомологом. Ну дальше что? Ну был. Ну в семейной памяти он хранится. А как жила наука энтомологии в начале 20-го века? Берешь Фабра. Жизни и нравы насекомых. Берешь книжку прадеда. Жизни и нравы караидов. О! Солнце понятно, чем же они занимались и как работали. Научно-популярная литература, тоже батарея текстов, призванная объяснять, что же делает наука и зачем. А кроме того, появляются еще как минимум три очень интересные жанра. Тоже связано с наукой. Первое – это научная фантастика. Вот у англосаксов есть четкое разделение на science fiction и science fantasy. Science fiction – это то, что мы называем как раз научной фантастикой. Неважно, описываются отношения людей, приключения людей, какие-то события, абсолютно не принципиально. Важно описание каких-то достижений науки, новых стран, других планет и вообще популяризация рационального знания. Жюль Верна, читали когда-нибудь? О, видите, как здорово. А что вы читали Жюль Верна? 5 тысячи львов. Прекрасно. 20 тысяч львов под водой, да? Да, да. Пожалуйста. Там и кислоты длиной в 60 метров, и кислоты длиной в 60 метров. И чистый океан под Антарктидой и по Северному полюсе, верно? То есть совершенно фантастические представления с точки современной географии, да? Ну, отбил воображение. Нет, не просто, воображение. Это наука того времени. Так тогда думали, так представляли себе Северный полюс. Он рассказывал об одной из гипотез, о том, что на Северном полюсе чисто от льдов море. И о том, что в Антарктиде тоже находится подо льдами огромное количество воды, и свободно от льдов море на Южном полюсе. Бред с точки зрения современных знаний. А его из Пушкина Луну, читали? Из Пушкина Луну, Желеверно. Путешествие на Луну, да. Да, да, да. Вот, вы рассмеяться начинаете. Так не просто, нет, не просто фантазия. Ошибаетесь. Это вполне серьезно обсуждалось в 60-е и 70-е годы 19 век. Идея выстрелить людьми на Луну. Только по одной причине перестали строить гигантскую пушку. Было непонятно, как вернуться астронавтам. Ну, они полетели, они узнали, что на Луне делается. А дальше что? Ну, они узнали, и все. А мы, как же? Ну, у них технику просто не позволяло, а они... Так вот и оно. Это же амнимобильный телефон, да. Кстати, в наше время мобильный телефон в безвоздушном пространстве не сработает. Космическая связь – это очень сложная вещь. Но сейчас хотя бы есть постановка вопроса. Можно передать через ледяную беспредельность космос какую-то информацию? А тогда? Волны какие-то есть. Волны. А их знали тогда? Вот и пришлось отказаться от идеи полета Луну с помощью пушки. Но обсуждалось же вполне серьезно. Больше того, французы в наше время, ну, как в наше время, в 60-е годы, 20-го века, построили такие образы летательных аппаратов, которые описывал Жюль Верн. Такие платформы с махающими крылышками или с медленно вращающими пропеллерами. Современные францы смотрели кислый от смеха. Правда, забавно. Но ведь Жюль Верн описывал разработки, наиболее ему современные. То же самое делал, обручив, описывая землю Санникова, Плутонию. Кто читал Плутонию? Так, плохо дело. Кто читал «Канан-Дойле. Затерянный мир»? Я читал. О, хотя бы некоторые читали. А кто читал вот эту книгу? На единый мир. Понятно. Так я и думал. Почему я вам его показываю, чуть позже объясню. Некоторые уже одеваются. Что, время вышло наше? Нет, здесь прохал. А, понятно. У нас, по-моему, еще 20 минут, да? Нет. Ну да, минут 10 на лекцию и потом вопросы. Ну, еще минут 10, что у нас есть. Так вот, в Science Fiction неважно, в каких отношениях находятся мушкетов с другими представителями отряда в Плутонии. Неважно, хороший или плохой капитан Немо. Неважно, не принципиально, что придумывают друг для друга, в каких отношениях находятся, в какие отношения вступают. Французы, летящие из Пушки на Луну. Важно описание того, что знает наука. Это главное. Или для Обручева описание древних животных. Опять же, такими, каким он их видел. Другое очень важное направление, похоже, ожидайте чуть позже. Где допущение фантастическое. Уже важно для того, чтобы показать отношения людей. Это литература, но с элементами фантастики. Называется Science Fantasy. Это разделяет очень четко англосаксы. А третье еще интереснее. Вам много хорошо знакомо. Просто фэнтези. А что такое фэнтези? Чем отличает фантастики? А вот у нас появится. Богатое воображение. Ну и что? Подумаешь, богатое воображение. Связано с прошлыми мифами. Невозможно вообще. Так, с мифами. А вообще невозможно? А вы уверены? Что невозможно вообще? Если вы не видели ни разу гоблина, это не значит, что их не бывает. Хоббиты есть. Хоббиты? А где они есть? Вы видели? Вот здорово. Я имею ввиду останки. Хоббитов? А, нет. Просто очень мелких людей. Это отдельный разговор. Их просто задали в руку хоббитами, конечно же. Нет, просто к чему правительству существ? Понимаете? Во-первых, как вы лиха сразу все знаете. Вот понимаете, какая беда. Любая культура, к сожалению, порождает у человека иллюзию, что он знает все. Я буду говорить на следующем занятии более подробно о двух вещах. Вот завтра буду говорить. Во-первых, о том, что во время культа науки, в эпоху культа науки, в обществе утвердились совершенно фантастические, невероятные представления о тех же дирозаврах. Для вас они какие-то огромные ящерицы, да? Да. Они ничего подобного. Их нужно представлять не ящерицами, а птицами. Это отдельный разговор. Об этом я буду говорить специально. Но вот эту книгу «Найденный мир» вы наверняка не знаете. А в них описаны представления о динозаврах, какие они есть в наше время, начале 21 века. Просто культ науки ушел. Мальчик или девочка, которые в 1900 году, ну, в 2012 году, сразу после выхода «Затерянного мира», его они читали, это же не было несерьезно, стыдно как-то. А в наше время они читали «Научпопа», да запросто. К тому же «Научпопа» стало очень много, об этом тоже будем говорить. Эта книга, дающая более верное представление о дирозаврах, никому неизвестна. Читают фантазии, с богатой фантазией человека, Алан Дойля. Прекрасную книжку, казино, хорошая книжка, умная книжка. Даже об отношениях людей немножко. Парк Юрского периода. О, Парк Юрского периода. Прекрасно. Чудесно. Парк Юрского периода уже замечательно. Это уже представляет динозаврах, образца, скажем, 80-х годов, 20-го века. А это через 30 лет после яркого Парка Юрского периода. И, кстати, Парк Юрского периода стал так широко известен благодаря кинематографу. Вот не было бы фильма, никто бы ничего не знал. Я вас уверяю. Вот очень любопытный феномен. Научная популярная литература утверждает представление своей эпохи. Но, если интерес к науке идет на спад, более точные представления о явлениях не приходят им на смену. В результате современный человек в России представляетесь динозавров так и представляетесь 100 лет назад, а первобытного человека как 150 лет назад. Какими бы вы представляли эпоху Эрвильи? То есть такая книжка «Приключения до исторического мальчика». Не читали? А жаль. Книжка хорошая. Вот мы с вами с детства читали, видите? А молодежь уже не знает. Даже этой книжки. Она уже не нужна. Она уже вышла из оборота. Это печально, но это так. Это первый момент. Надо смотреть подробно. О том, что происходит вместе с внедрением в сознание людей научно-популярной литературы как-то представление науки. И второй, не менее интересный момент. Вот science fiction, science fantasy и fantasy. Их соотношение между собой. Почему в наше время fantasy так модно, а научная фантастика на пятом месте? Вы можете назвать хотя бы одну книгу научно-фантастического жанра, вышедшую последние 10 лет? «Метро 2033». Это? Ну что вы! Что вы! Фантастику близко не стояли? Конечно! Даже близко находится к душе фантастика. Это антинаучная фантастика. Что вы! Конечно нет! Это самый худший вариант фэнтези. Это страшилка. Я знаю, что это фэнтези. Конечно! Я понимаю, что меня провоцируется. Я же так тоже работаю на аудиторию. Вот смотрите, Олс написал довольно страшное произведение «Машина времени». Когда отправляется в будущее путешественник и выйдет умирание Земли. А до этого он видит, как уничтожается самостоятельство человечества. Как под землей потеряются безобразные, внешне красивые, страшные морлоки, которые не способны жить при солнечном свете. А на поверхности Земли живут Элой. Такие веселые, непонятные человечки. Кто ни о чем не думает, пляж танцует и служит морлокам пищи. Но Олс писал о том, что в его времена обсуждал всерьез. Ведь никто не обсуждал возможности космического перелета. Люди всерьез думают, что Земля рано или поздно погибнет, а с ней погибнет и человечество. Наука это утверждала. Мы обречены. Нам конец. Нам некуда деваться с Земли. И эта обреченность людей была отражена в книжке. А сейчас пишут это метро, да? В котором просто упиваются сами каннибализмы, убийства, рачленки и так далее, да? Не с тоской относятся к будущему, а упоенно описывают худшее, что есть в настоящем. Логично? Или не совсем? Вопрос, почему? Если хотите воспринимать такое домашнее задание. Правда, почему? Почему Толкин сейчас популярнее Канандуэля и Олса? И смотрите, сколько последующих у Толкина. Полчища фэнтези. Пытаются иметь национальную фэнтези. Причем все абсолютно. Поддэндейцы в Южной Америке. Пытаются национальные фэнтези. Там у них в Южной Америке вид слепут, следей, скажем, главного башка. Русская фэнтези, там Перумова, там Перуны и как бежать, даже зебоги там бегают со страшной силой. У, как получается, здорово, во! Как говорят наши многообещающие молодежь, ну, прям-таки ваще. В общем, ваще. Но почему фэнтези популярна, а фантастика, научная фантастика, тем более, гораздо менее популярна? Что? Тяжело читать. Фэнтези легче, для восприятия. Разве? А Грандойля? Разве трудно читать? Вы что? Хорошо, первые люди на Луне. Первые люди на Луне. Какие увлекательные я притягивался вещи. А у Жюль Верда такие интересные книжки. Что вы? Чего-то здесь не то. Если вам интересно читать фэнтези, это говорит не о том, что увлекательные книги, но о вас самом.